Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу деяний апостольских. Не в том состоит благоденствие, чтобы жить много лет или мало, а в том, чтобы пользоваться жизнью как должно. Три отрока вержины были в печь, но через это сделались более славными. Даниил был вержен в ров, но через это сделался более знаменитым. Видишь ли, как искушение всегда служит великому благу и здесь, и не только там. Бесчестие бывает подобное тому, как если бы кто-нибудь стал тростью сражаться с огнем. По-видимому, он поражает огонь, но делает его еще светлее и изнуряет самого себя. Так и несчастье бывает для добродетели причиной и поводом к ее прославлению. Когда при несправедливости других мы веряемся управлению Божию как следует, тогда наши достоинства сияют яснее. Так же, когда действует дьявол, то подвергающиеся его действию становятся светлее. Почему же, скажешь, с Адамом не случилось этого? А напротив, он подвергся унижению. Ему-то в особенности Бог и устроял все на пользу. Если же он пострадал, то сам причинил зло самому себе. И все, что причиняется нам другими, служит к великому нашему благу. А что происходит от нас самих, то это не таково. Когда нам причиняют зло другие, то мы скорбим, а когда сами себе, то нет. Потому Бог и внушает нам, что претерпевающий несправедливость от другого получает пользу, а претерпевающий от самого себя получает вред. И, конечно, для того, чтобы мы первое мужественно переносили, а последнего избегали. Но с Адамом, скажешь, было совершенно не так. Для чего же он послушался жены? Почему не отверг совета противного заповеди Божией? Ты, Адам, сам был виновен. Потому что если бы виною этого был дьявол, то все искушаемые непременно погибали бы. Если же они не погибают, то виною погибли бываем мы сами. Но в таком случае скажешь, или все искушаемые не должны уклоняться с правопути, или, если виною бываем мы сами, должны были погибать и без дьявола. Так и бывает. Многие погибают и без дьявола. Не все делает он, а многое бывает и от одного нашего неразумия. И в том, чему он бывает виной, мы подаем ему повод. Скажи мне, когда дьявол овладел Иудою? Когда, скажешь, вошел в него сатана? Ну вот что причинную. Был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил все, что опускали в него. Иоанна 12,6. Он сам открыл ему широкий ход. Следователь, а не дьявол, полагает начало. Мы сами призываем и принимаем его. Но скажешь, если бы не он, то зло не было бы так велико. Тогда неминуемо постигало бы нас и наказание. А теперь возлюбленные наказания наши легче. Если же все зло происходит, происходило бы от нас самих, то нас постигало бы наказание невыносимое. Скажи мне, если бы так, как согрешил Адам, он согрешил без постороннего совета, то кто избавил бы его от бед? Ну скажешь, он не согрешил бы. Почему ты говоришь это? Нет. Кто был так слаб и неосторожен, и удоб и преклонен, что принял такой совет, тот легко мог поступить так же и без этого. Какой дьявол поблуждал братьев Иосифа к ненависти? Итак, возлюбленные, если мы сами будем бодрствовать, то дьявол сделается виновником нашей славы. Какой вред, например, причинили все козни его и его? Не говори об этом. Скажешь ты, человеку слабому он причиняет вред. Но слабый падает и без дьявола. А при его содействии, скажешь, он падает тяжелее. Но легче и наказывается, если он грешит при содействии дьявола. Не для всех ведь грехов одинаковое наказание. Не будем же обманывать себя. Дьявол не причиняет нам зла, если мы сами бодрствуем. Чаще он пробуждает нас, возбуждает нас. Скажи мне, обрати внимание пока на это. Если бы не было диких зверей, и ни постоянства ветров, ни болезней, ни печали, ни скорбей и ничего подобного, то чем сделался бы человек? Мне кажется, не подвигаясь ничему такому, он уподобился бы более свинечим человеку. Стал бы предаваться бедению и пьянству. А теперь забота и беспокойство для него упражнение и училище любомудрие. Средство доброго воспитания. Еще представь, что кто-нибудь воспитывается в царских чертогах, не зная ни скорбей, ни забот, ни беспокойств, не имея случаев ни к гневу, ни к недовольству. Пусть делается и исполняется все, чего бы он ни пожелал, и пусть все готовы служить ему. Не может и такое сделать человек, сделаться неразумнее всякого животного. А теперь несчастье огорчения, как бы оселок, изощряющий нас. Потому-то бедный по большей части бывает умнее богатых, подобно как убореваемые и пожираемые сильными волнами. Тело, остающееся в праздности и бездействии, бывает болезненно и безобразно. А движущиеся, трудяющиеся и переносящие тяжести, бывают благообразнее и здоровее. То же бывает и с душою. Железо, когда лежит, ржавеет, а когда находится в деле, то бывает блестящим. Так и душа, когда она действует, а к действию возбуждают ее несчастья. И способности погибают, если душа остается бездействием. А действует она тогда, когда не все готово к ее услугам. Потому что она возбуждается, действуя противным ей. Если бы не было противного, то не было бы и деятельности. Например, если бы все было отделано прекрасно, то искусство не имело бы над чем трудиться. Так и душа, если бы все шло по нашему желанию, не находила бы деятельности. Если бы все нам удавалось, была бы бесчувственна. Не видишь ли? Как мы приказываем кормилицам не всегда носить детей на руках, чтобы это не обратилось им в привычку, и они не сделались слабыми. Потому-то дети, воспитывающиеся на глазах родителей, бывают слабее, так как неблаговременная и неумеренная нежность вредит их здоровью. А умеренная скорбь благо и заботы благо, и бедность благо. Крепкими делают нас и добро, и зло. Но и то, и другое обращается нам во вред, когда бывает не в меру. Первое расслабляет, а последнее поражает. Не видишь ли, что тоже внушал и Христос ученикам своим? Иоанна 16, 33. Если же они имели в этом нужду, то тем более мы. Если же мы имеем в этом нужду, то не будем роптать, но радоваться в скорбях. Все это лекарства, соответствующие нашим ранам. Одни горькие, другие сладкие. Но те и другие сами по себе отдельно были бы бесполезны. Будем же за все это благодарить Бога. Он попускает это не напрасно, но для блага наших душ. В чувстве признательности будем благодарить и прославлять Его. Будем мужественно бороться с бедствиями, помня, что они временны, и обращаем мысли свои к будущему, чтобы мы могли легко переносить о настоящее и удостоиться будущих благ, благодатью и человеколюбием, единородного Его, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.